Когда-то имя иллюзиониста Маяка Акапяна было известно всей стране. В 90-е годы он принимал участие в телепрограммах «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши». Детвора с восторгом внимала словам волшебника Рахат Лукумыча в исполнении Акапяна. Многие зрители до сих пор помнят его шуточное заклинание «Симсалабим, ахалай махалай». Ну а Маяк Арутюнович уже много лет не появляется на телевизионных экранах, не дает интервью. По словам фокусника, журналистов не интересует его творчество, им нужны лишь «жареные» факты. Я не даю никаких интервью в последнее время. Мне задают глупые вопросы, бестактные и неправильные. Каждый день звонят разные люди, разные телекомпании, разыгрывают, приглашают в какие-то там программы. Им нужны жирено-соленые истории. У меня таких нет. Это все очень непочтительно к заслугам Амаяка Акапяна, артиста, которому аплодировали в 70 странах мира, короли и принцы, пожаловался иллюзионист в интервью для телеграм-канала Т. М. И. Апсадс Медиа. На сцену Амаяк Арутюнович уже не выходит по состоянию здоровья. Появляться в телепередачах у него пока хватает сил. Но участвовать в шоу, где обсуждают незаконнорожденных детей, шумят и дерутся, а Копян категорически отказывается. Любовь публики осталась в прошлом, звание артист так и не получил, приходится ему довольствоваться пенсией в 19 тысяч рублей, пишет собеседник. Р. Ю. Сложно смириться с положением вещей, при котором известные в прошлом звезды вынуждены влачить жалкое существование. Льву Лещенко, который вырос и состоялся, как певец, еще во времена Советского Союза, удалось сохранить творческую форму и популярность до преклонных лет. На днях народный артист отметил 80-летний юбилей масштабным концертом в Крокус-Сити-Холле. Именинника поздравляли самые яркие звезды российского шоу-бизнеса. Как отметил Лев Валерьянович в недавнем интервью, он не тоскует по Советскому Союзу. Тем не менее, в нем было много хорошего, которое теперь безвозвратно утрачено. Вон, витрина магазина. Полным-полна, чего только нет, любые фрукты, овощи, а раньше, вспомните только, мы зимой ничего, кроме лука и морковки, не видели. Но не в одних же в них дело. Зато было другое, куда более интересное, общение, например, какие-то душевные качества, которыми многие из советских людей обладали и дорожили. Мы очень многое в этом смысле потеряли. А современная эстрада, такая же поверхностная, как нынешнее воспитание, поделился своими мыслями Лещенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», «Вем». Are you? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова